Несмотря на то, что летние каникулы в самом разгаре, некоторые славянские ребята продолжают ходить в школу. Правда, не для того, чтобы учиться, а отдыхать. С началом лета на базе образовательных учреждений открылись лагеря дневного пребывания. Чем заняты там дети и почему многие не хотят уходить из школы даже летом, узнали наши корреспонденты. Дневного пребывания не беспокоятся о безопасности детей. Основная направленность – это занятость детей. Дети должны быть оторваны от компьютеров, планшетов, телефонов. Их лето должно быть полезным, интересным, творческим. Здесь они находят новых друзей, общаются, весело проводят свое время. И родители могут быть спокойны в том, что дети их под присмотром. Смена длится 21 день и на каждой своя программа занятий. В день, когда мы снимали сюжет, у ребят был День цветов. Воспитатели отрядов подготовили для них интересные викторины и конкурсы. Кроме этого, дети посещают музей, кинотеатр, библиотеку. Одним словом, проводят свое время в живом общении друг с другом. Здесь мы ходим на всякие мероприятия. В кинотеатры, в северный парк, в библиотеки, в музеи природы. И еще мне очень нравится в лагере, потому что тут мои друзья, одноклассники. И тут очень-очень интересно. Мне нравится разукрашивать, рисовать, вырезать и делать командные работы. Задача летней кампании – не только организовать интересный досок школьников, но и оздоровить их. Поэтому по назначению педиатра в лагере дневного пребывания они пьют минеральную воду и принимают витамины. А еще дважды за поток, в самом начале и в конце, школьный фельдшер проводит измерения их основных физических показателей, таких как рост, вес, силу и жизненную емкость легких. Делается это, чтобы проследить динамику развития ребенка. Проверяем мы, насколько дети становятся здоровее, потому что и сила, и дыхание показывают здоровье. Мы радуемся, что на пользу идет площадка, потому что движения очень много. По состоянию их поведения, по настроению, по всем этим четырем параметрам мы определяем, насколько им понравилось, насколько им, в общем-то, это помогло стать сильнее, здоровее. На площадке дети находятся с утра и до полтретьего дня, поэтому для них предусмотрено двухразовое питание. Меню разнообразное и сбалансированное. После вкусного и плотного завтрака ребята отправились на запланированные занятия и экскурсии. Один из отрядов в этот день посетил кинотеатр «Кубань», где ребята смогли посмотреть мультипликационные фильмы. Вот так насыщенно и интересно проводят свои каникулы славянские школьники. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».